Дорогие друзья всем привет с вами магазин UCSAIL и сегодня у нас заключительное колесо на 2020 год бигоди EX версия n speed тестировал я уже с этим корпусом первый продукт бигоди EX колесо с подвеской с большим мотором мощным очень тяжелое и действительно мы конечно так ждали что прям бигод тут очень сильно всех удивит и будет колесо будет супер дупер мега крутое но оно неплохое но тем не менее очень тяжелая такое инертная и то есть весь этот обзор можете найти у меня на канале в том числе вы можете также найти вот именно часть того долгого обзора да именно было по корпусу да мои впечатления об этом корпусе вообще как это все что это выглядит поэтому я постараюсь очень коротко в этом обзоре только пройти по корпусе больше поговорить о динамических способностях этого колеса для чего это колесо вообще сделано и поэтому обзор наверное будет немножко покороче так вот последнее видео что вы видели у меня также на канале я сравнивал именно шермана сравнивал бигоди EX и сравнивал rs h6 много кто писал спрашивал почему они сразу не сравнивал именно rs ht с ними да по множество сравнить эту мощность так вот говорю не сравнивал только по той причине потому что заявленная скорость да и у шермана больше семидесяти и у его и xn больше семидесяти и поэтому здесь к ним только один прямой конкурент это именно rs h6 потому что если ht сравнить ясно что ht будет наверное очень достойно будет на уровне шермана по именно по тяге да с места но он все равно в любом случае проиграет по максимальной скорости поэтому как бы тут тут но мы все-таки говорим наверно таких более универсальных до вариантах колес чтобы то есть но чтобы оно было и быстро и мощно и так далее вот говорю все было сказано и про про фару и про этот корпус я объяснял что да мне от корпус нравится потому что он не он так с виду не намного выше кажется чем мсп рс да но единственно изменилась у него вот именно вот эта часть да где вот нога прилегает то есть она стал если у rs она резко тут вот заканчивается дальше подъем такой для ручки то тут она продлевается эта ручка как бы глубже здесь посажена чем именно чем ручка в россии или мсп поэтому с этой стороны да мне этот корпус понравился в этом плане как вот он прикладывается к ноге очень приятно удобно рулить но говорю что косяков действительно до тех косяков которые бы хотелось бы уже все-таки на что уже ну компании то не молодые колеса делают достаточно долгое время и я вот последний всех своих обзоров всегда это подчеркиваю говорю что но уже нужно этот waterproof да нужно уже больше более хорошая крепкость этого корпуса надежность до чтобы уже люди которые ехали там но я не говорю там о заваливании снег там или каком-то жутком дожде но тем не менее спроса ты едешь какой-то мокрой погоде где это там вода все равно здесь брызгает везде но хотелось бы чтобы это защита она присутствовала как как бы ни было и вот а мы понимаем что чем дальше тебе по тем получается чем дальше тем наоборот как-то хуже получается и вот говорю в том же варианте вот что сейчас тут стали делать но первый вышел x потом мы увидели монстр про его сейчас вот и xn да появились эти отверстия эти дырки именно с внутренней стороны корпуса до для дополнительной вентиляции но но решение это действительно на мой взгляд одно из таких самых провальных что можно было бы придумать да в плане именно того что ну какого черта делать там друг где тут у тебя батарейный отсек реально толком не защищены никого никакой тут же у тебя контроллер стоит открытый в том же отсеке то есть никакой нет ни гидроизоляции никаких не крышек не прокладок то есть это все в одно и эти дыры это реально меня пугает я не могу об этом не сказать да я гури я как бы ну долгое время до был фанатом gotway мне эти колеса нравятся они динамичные они прикольные не самые интересные были на рынке на тот момент но горе я сейчас покатался посмотрел этого шермана и сравниваю конечно же xn только шерманом в этом варианте то поэтому ну и говорю что этого не должно быть до этого не должно быть также как они должны обязательно должна быть защита в плане предохранителей до которые стоят но перед батареями что и случае возгорания короткого замыкание контроллера чтобы перегорал предохранитель или моментально отключались батареи это bego de уже собирается делать ближайшее время ставить везде эти предохранители думает и будет вариант ретрофита то есть это можно будет заказать ты поставить на свое колесо то есть эти предохранители мы тоже большое время закажем. Вот. Также говорю по именно по качеству сборки. Вот вы даже здесь вот видите, да, вот этот вот пипс сюда вот не заходит, да, то есть вот, не знаю, вот колесо новое с коробки, и вот оно, понимаете, здесь вот не заходит. То есть это надо разбирать, смотреть, открывать, проверять и так далее. То есть вот этот, ну, опять же, да, вот говорю, что я честно говорю, мне вот это вот, такой подход мне очень-очень не нравится. Хотя здесь quality check всякий и остальное на этом всем стоит. Ручка, да, все то же самое осталось, что было в EX, тяжело достается, тяжело управляется, недостаточно удобно, терпимо, но не так круто, как хотелось бы, да, по ручке. По покрышке, покрышка мне эта, ну, она такая 50 на 50 городская, 50% оффроуда, шипы достаточно большие, глубокие прорези, то есть, ну, и она тоже будет, будет цепляться, будет цепляться по песку летом, поэтому на мой взгляд покрышка это достаточно удачная. Я говорю, я небольшой фан супер оффроудных покрышек, но тем не менее, тем не менее, я говорю, вот такой вариант мне, мне, мне подходит покрышке. Говорю, все то же самое, вольтметр, да, вольтметр сзади, смотреть на него неудобно, ставите сидение, его вообще не видно, фара светит, светит неплохо, но тем не менее на рынке уже, на данный момент есть намного более крутые решения, да. Колесо, как так же говорю, что оно с коробки совершенно не защищено, влага может попасть везде, швы межпанельные не промазаны, дыры в отсеке, через прокладку контроллера точно пройдет вода, рядом через вентиляционную прокладку чуть ниже пройдет вода, везде все вот эти пластики, которые сверху, да, они просто один на другой этот пластик защелкиваются на защелках, здесь по бокам никаких прокладок, ничего нет. В сухую погоду летом проблем никаких не будет, но тем не менее, понимать стоит, и ему понимать надо, что зимой в мокрую везде вся эта вода здесь просочится, попадет в эти отсеки там, где батареи, ну или закоротит вам контроллер вместе с солью очень удачно, закоротит контроллер или закоротит вам батарею, если вы это еще колесо на бок положите, это все здесь в этих отсеках расплывется. Вот этот момент, который я хотел сказать, а следующий момент, следующий момент именно потому, вот я в прошлом ролике, да, объяснял, да, разницу между RS, HHS и именно EXN, потому что, как бы заявлено, что здесь стоит тот же самый мотор, да, с шириной магнитов C30, только что здесь стоит более широкая покрышка, и она в эквиваленте, если RS рассчитывать как эквивалент 19, то здесь эквивалент 20, только за счет мяса самой покрышки. Так вот, сравнение, да, EXN, он выше, да, и даже вот с этими педалями, то есть регулируемым углом, то есть уже даже, так честно говоря, сильно не хочется даже и угол задирать, потому что и так стоишь высоко, так стоишь на этом колесе высоко, привыкать, ну да, наверное, стоило бы покататься, хотя я катаюсь, говорю, на V11, там тоже высоко, поэтому мне в этом плане привыкать не надо, да, я сразу чувствую, но сравнение с тем же шерманом, сравнение, сравнение с RS, особенно, да, где педали намного ниже, то, говорю, здесь это сразу ярко вышло, поэтому как бы это колесо можно позиционировать как колесо для покатушек именно по лесу, по такому оффроуду. Выше клиренс, больше мяса, все как бы здесь хорошо. Батарея 2700 ватт-часов, да, что они сделали, они просто добавили еще одну батарею размером 900 ватт-часов сюда, в этот корпус, и вот получилось не 1800, а 2700. Батарея 21700. Есть замечание тоже у меня и на этот взгляд, замечание потому, что теперь получается так, что у него с этой стороны, с моей стороны, с левой, да, здесь у него стоят две батареи, одна спереди, одна сзади, да, и посредине идет ручка. То с этой стороны, да, с вашей стороны, справа, где вы сейчас видите, здесь стоит контроллер с радиатором и с дыркой, да, а с той стороны, сзади стоит одна батарея. То есть, у этого колеса получается развесовка, да, неправильная такая, да, боковая, но также она очень сильно ощущается именно вперед и назад. То есть, у него вес сзади и с левой стороны, то есть, да. А что, к чему это может привести, да, но это колесо более чувствительное именно к воблингу, да, и я думаю, что на больших скоростях здесь воблингом могут начаться у вас проблемы, да, не стоит сильно заигрываться, потому что по-хорошему, по-хорошему, производитель должен был все-таки сделать такой корпус и эти батареи не делать, да, эту унификацию, им, конечно, удобно, 900 ватт-часов, брикеты завода, везде подходят, Nikola RS, там Monster, EXN, EX, очень все классно, да. Но, тем не менее, говорю, на мой взгляд, так не должно быть. Хотите 2700, делите эти паки так, чтобы эти, значит, эти батареи были, там, по 4 батареи, по, сколько здесь, 2700, 1350, еще напополам, ну, грубо говоря, по 675, да, 675, 4 брикета должны быть где-то равномерно на этом корпусе распределены, да, чтобы вот именно этот вес в центр тяжести был, потому что это колесо, говорю, вот оно вперед, вот оно крепко, но назад его только качнее, оно сразу же, оно сразу же, вы видите, вываливается назад, да, и оно даже, когда включенное стоит, оно катится, то есть, вот даже вот к стене поставишь, оно так, видишь, как оно начинает, оно катится назад, потому что даже этого веса сзади его хватает на то, чтобы это колесо тянуло назад, да. Поэтому, вот, говорю, этот момент, да, я не уверен, что что-то будет здесь в этом плане меняться, конечно, жизнь покажет, но, тем не менее, говорю, не отметить я это, ребята, ну, никак не могу, я не могу соврать, сказать, что все очень круто, нифига не круто, нифига не круто. Говорю, на маленьких скоростях проблем не будет, но я ездил до 40 км в час по паркингу, да, в конце, да, чувствую, уже так ногами зажимаешь, и оно так жу-жу-жу-жу-жу все время, так вот оно хочет прям воблить намного сильнее, причем этот вобл, он такой, что он не гасится, допустим, как в том же там Шермане или Рессе, да, оно немножко подвоблит, да, и потом раз, и все, и выравнивается. То этот вобл, он прям такой хочет перейти в такую, как бы, ну, активную фазу, и вообще так, чтобы, ну, чтобы прям его всего растрясло. Вот так вот, да, вот так коротко по всему этому делу, говорю, мощность, да, в сравнении, коротко повторюсь, что было в предыдущем видео, да, мощность в сравнении, да, он все равно по мощности, на мой взгляд, проигрывает, проигрывает он Шерман, особенно Шерману последнего поколения, да, я видел, ребята, комменты, пишут, да, говорят, вот у нас тоже Шерман, ездили мы, да, что вот педали тверже на Готвее, на Шермане не такие твердые, не знаю, у меня на Шермане на этом, то, что я получил декабрьский, стоит хард-режим, везде, я всегда катаюсь только на хард-режиме, по-другому мне не нравится ездить, везде был хард-режим, говорю, я специально взял три колеса, ни по очереди катал, ни в течение двух дней, вот прям вот, тест три колеса сразу, с одного на другое перелазишь, и делаешь все ровно то же самое. Говорю, Шермане были самые жесткие педали, самая большая мощность, здесь мощность неплохая, хорошая у него разгонность, она отличается, чем в РС, опять же, связано с тем, что больше батареи, меньше просадка, вольтажам можно выдать больше энергии, мотор ее может больше забрать, но, говорю, особенно с места, да, это чувствуется, что он лучше, чем РС идет, точно лучше, чем РС ХС, но, говорю, что вот, не знаю, как вот, при разгоне его надо пинать, и он идет неплохо, да, он идет хорошо, но, говорю, на мой взгляд, все-таки Шерман и едет тут намного получше, да. Все остальное, все остальное, максимальную скорость не тестил, холодно, пробег не тестил, холодно, не могу я проехать 70-80 километров, придется уже ждать конкретно весны. К заключению, нравится ли мне EXN как продукт? Двоякое ощущение, покупал бы я его себе, нет, не покупал бы, мне не нужна такая батарея большая, я это уже всем объяснял, ну, может быть, да, может быть, она очень тяжелая, мне, то она весит как Шерман, да, там, реально, может быть, килограмм между ними разница, полтора максимум, тяжелая, говорю, ручка такая же неудобная, по своей этой динамике, говорю, мне нравится, как едет РС, да, ну, не знаю, я, может быть, такой, да, фанат РС, а мне нравится, как едет монстр, а это что-то среднее такое, и, ну, наверное, тогда я бы уже покупал бы все-таки, ой, да простит меня, Готвей, покупал бы я Шермана все-таки, да, в этом классе, цена, только что единственная цена, да, конечно, он дешевле с Шермана, там, на порядок, да, на порядок, и поэтому, если кто-то рассматривает альтернативу, как такого варианта недорогого Шермана, но, имею в виду, колеса, да, с такими возможностями оффрода, с большой покрышкой оффродной, да, с хорошим клиренсом, да, с удобным таким корпусом, но плохо влагозащищенным, с хорошей скоростью, говорю, то в EX-M вполне себе ничего вариант, говорю, ничего, но больше, говорю, мне сложно даже, сложно что-то больше сказать, говорю, я бы хотел, чтобы это было все-таки как-то сделано все немножко, немножко по-другому, с какими-то новыми технологиями, говорю, там, наверное, мне хотелось больше мощности, и вообще сама идея пихать эти моторы по-разному, да, мотор сюда, батареи сюда, подвеску выбросили, мотор поставили, батареи доставили, ну, мне кажется, должно быть изначально, да, подходиться, то есть к новому продукту совершенно, совершенно с нуля, и проектировать его надо точно с нуля, с новым мотором, вот как сделала, наверное, компания, вот именно ветеран, да, что они просто сделали, сделали весь продукт с нуля, ничего не копируют, посмотрим, какие дальше у них будут модельные ряды, в этом году они обещают нас тоже чем-то новым порадовать, а по XN, по XN вот такая вот, такая вот и история, то есть реально говорю, если кому-то, да, такое, опять же, заключение, если кому-то, да, нужно плюс 30 километров пробега, да, хорошего такой на скорость, да, по сравнению с RS, то покупайте EXN, если кому-то не хватает возможностей в оффроудных, по сравнению с тем же RS, покупайте EXN. Цена неплохая, говорю, дешевле Шермана, он, балл, евро на 400 у нас, так, по крайней мере, евро на 400 дешевле, поэтому это тоже себе, чего, как говорится, и разница все-таки, да, 400 евро это большая разница в Европе, не знаю, как в вашей стране, но у нас, говорю, у нас ситуация такая. Все, такой короткий обзор, дальше топ-5 и увидимся, уже с новыми тестами, с новыми продуктами в 2021 году, всего хорошего, ребят.